Привет, дорогие друзья! Сегодня будет вторая часть подборки приложений для macOS. Спустя полгода я снова открыл папку с установленными программами и с удивлением обнаружил, что в предыдущем видео рассказал не обо всех приложениях и инструментах, которые использую. Ну и плюс, спустя это время появилось несколько новых приложений, которые могут кому-то пригодиться. Еще перед тем, как начнется обзор, я хотел бы поблагодарить всех новых зрителей, которые подписались на канал за последнее время. Спасибо всем, кто в комментариях написал слова поддержки и позитивные отзывы. Также спасибо за критику и полезные советы. В этом видео я постараюсь учесть все пожелания, а поэтому в описании к этому ролику или в закрепленном комментарии я обязательно оставлю список всех приложений с тайм-кодами и, конечно, ссылками на загрузку. Ну и давайте начнем обзор. Unite – мега-крутая утилита, которая позволит буквально любой сайт превратить в отдельное приложение для macOS. Все, что нужно, это указать адрес желаемого сайта, его имя, а также иконку приложения. Теперь после нажатия на эту кнопку можно будет созданное приложение найти в лаунчпаде или в папке с программами. Только что созданное приложение теперь можно не только запускать отдельно от браузера, но и настраивать по своему вкусу. К примеру, можно включить блокировку рекламы, настроить куки файлы и даже включить уведомления. Еще можно дополнительно скрыть все элементы интерфейса так, чтобы осталось только окно сайта, сделать его поверх всех окон и даже настроить прозрачность. В общем, Unite – мега-крутая утилита и с ее помощью можно куда удобнее пользоваться сайтами, которые должны быть всегда на виду. Кстати, если хочется, можно приложение создать для запуска в строке меню. К примеру, для твиттера это отличный вариант. ToFa2Tray – невероятно простое и опенсорсное приложение, которое для своей работы использует связку ключей и выполняет только одну функцию, а именно генерирует одноразовые пароли для двухфакторной аутентификации. Все, что нужно, это указать код для их генерации и задать имя аккаунта. Например, если хочется в Instagram включить двухфакторную аутентификацию, то нужно просто скопировать ключ, добавить его в приложение и указать имя. После этого начнут генерироваться одноразовые коды, которые можно использовать для входа на новом устройстве. Кстати, приложение вызывается правым кликом. Я считаю, это очень полезная утилита, которая может пригодиться каждому. Друзья, я хочу напомнить о нашем замечательном спонсоре хостинг – провайдере UAHosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDRIANOV30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы продолжаем. Flow – это очень простой и минималистичный таймер, который помогает фокусироваться на работе при помощи метода Pomodoro. В приложении можно настроить время, отведенное на работу, время большого и малого перерыва, а также есть возможность добавить в черный список приложения, которые вас могут отвлекать во время работы. После этого они просто перестанут открываться, пока выбранный отрезок времени не истечет. Думаю, для многих это будет очень полезным. Еще в настройках есть возможность выбирать автоматическое начало перерыва и отображение его во весь экран, чтобы точно не было соблазна поработать еще 5 минут. Сам таймер после запуска находится в строке меню, что позволяет удобно следить за временем, а также при необходимости правым кликом можно поставить его на паузу. Кстати, приложение в App Store можно загрузить абсолютно бесплатно. Ambra – еще одна простая и бесплатная утилита, которая служит для переключения между светлым и темным оформлением и запускается из строки меню. Самое главное отличие от встроенного в систему переключения – это то, что тут можно выбрать вручную разные обои для темной и светлой темы. Выполнять переключение оформления можно либо в строке меню, либо в отдельном окне. Тут уже кому как удобнее. Клиншот пригодится тем, кому встроенных возможностей macOS для создания скриншотов не хватает. Помимо знакомых возможностей снимка части экрана или отдельно окна приложения, тут есть и другие интересные и уникальные возможности. Например, в настройках можно включить скрытие иконок с рабочего стола при выполнении скриншота или записи экрана, чтобы все выглядело красиво. Для меня это очень актуально. Также в клиншот есть возможность сделать длинный скриншот. Для этого нужно просто нажать на Scrolling Capture, выделить область захвата, а потом медленно прокрутить страницу. Кстати, скриншоты можно не только сохранять, но и обычным перетягиванием отправлять сразу в мессенджер или в другое приложение. Это очень удобно, если не хочется захламлять рабочий стол. Еще скриншоты перед отправкой или сохранением можно редактировать. К примеру, можно скрыть нежелательный текст, нужный подчеркнуть, а также можно добавить стрелки, цифры и делать много чего другого. Думаю, про это приложение даже можно сделать отдельное видео, так что если интересно, напишите об этом в комментариях. Dauni, пожалуй, самый удобный загрузчик видео, который я встречал. С его помощью можно скачать видео не только с любого сайта, но и в наилучшем качестве. С YouTube, например, без проблем загружаются 4K видео. Как и в любом приложении для Mac, сюда просто достаточно перетащить ссылку для того, чтобы началась загрузка. Но это, конечно, не все. В Dauni, несмотря на простой интерфейс, есть, наверное, миллиард возможностей абсолютно на любой вкус. Например, перед загрузкой можно выбрать качество, формат файла, язык субтитров или даже скачать их отдельно. Также, если требуется из видео, можно извлечь только звук, что очень удобно. Но если зайти в настройки приложения, то там тоже много чего можно изменить под свои нужды, но мы их рассматривать не будем. Также у Dauni есть расширение для любых браузеров, что позволяет одной клавишей отправить видео со страницы сразу в приложение. Еще есть тут интересная кнопка пост-обработка, которая позволяет отправить видео в другое приложение под названием Permute. Оно от этого же разработчика, и давайте мы отдельно поговорим о нем. Permute – это приложение, которое может конвертировать аудио, видео и изображения в самые разные форматы с лучшим качеством. Полный список поддерживаемых файлов можно посмотреть в настройках. Он тут очень внушительный. Понятное дело, что конвертация PNG в JPEG или MP3 в MOV файл никого не удивит, хотя тоже полезная функция. Но куда интереснее то, что Permute умеет не только конвертировать файлы, но также их изменять и объединять. Допустим, если закинуть в приложение два или более видеофайла, то появится возможность их склеить вместе. Причем круто, что порядок, в котором они будут соединяться, можно менять. Еще можно к видеофайлу добавить другую аудиодорожку, а также добавлять субтитры. Я, если честно, уже очень давно использую Permute, когда нужно быстро и срочно изменить формат у файла или даже извлечь звук из видео. Тут все работает невероятно быстро, а файлы на выходе получаются в отличном качестве. Конечно, если хочется, можно их уменьшить. DacyDisk. Приложение, которое позволяет с легкостью найти на жестком диске большие объемы данных и при необходимости их удалить. Сканировать можно сразу несколько дисков или даже если хочется, отдельную папку. После сканирования отобразится экран, где удобно будет показана информация и занимаемое место на диске. Тут можно быстро перемещаться с одной папки в другую, выискивая большие файлы. А по нажатию на пробел можно открыть предпросмотр, чтобы определить, актуален ли еще файл или его можно удалить. Если он больше не нужен, то его можно просто перетащить в сборщик мусора. После того, как туда попадет все, что вы хотите удалить, достаточно нажать по соответствующей кнопке и место на вашем диске будет освобождено. Для меня лично это очень полезная утилита, потому что у меня на диске всего 512 гигабайт и, понятное дело, они постоянно заканчиваются. Stand. Наверное, самое простое приложение, которое я вообще видел, но в это же время и полезное. Все, что она делает, это раз в час присылает уведомление о том, что пора бы поднять свою пятую точку и немного размяться. В общем-то, рассказать про него больше нечего. Конечно, главное, что доступно оно абсолютно бесплатно. Irate. Еще одно приложение, которое призвано облегчить работу с медиафайлами, а именно с изображениями. Все, что делает Irate, это оптимизирует размер JPEG и PNG файлов с помощью сжатия. Достаточно просто перетащить изображение в приложение и в этот же момент в папке рядом с оригиналом окажется его оптимизированная копия. Если что, степень сжатия можно отрегулировать в настройках. Меня, например, устраивает 90% качество. Тут же можно выбрать удаление лишних мета-данных из JPEG файлов, что еще уменьшит их размер и предотвратит раскрытие конфиденциальных данных. Также хочу заметить, что изображение можно оптимизировать не только по одному, но и сразу группой. Из всех приложений для сжатия, что я протестировал, это пока со своей задачей справляется лучше всего. Ну и в завершении хочу показать приложение Head Control for Mac. Оно позволяет в связке с айфоном управлять компьютером с помощью движения головы и мышц лица. При первом запуске нужно будет откалибровать курсор и пройти небольшое обучение. После этого можно будет нажимать кнопки мыши, перетягивать файлы, вводить текст и совершать другие действия. Работает все просто, отменно и очевидно, что это приложение пригодится людям с ограниченными возможностями. Рассказал я о нем только по той причине, чтобы все знали о существовании такого полезного инструмента. И при необходимости рассказали людям, которые в нем могут нуждаться. Друзья, во время монтажа видео я заметил, что забыл рассказать о приложении Backtrack. Это очень полезная утилита, которая пригодится тем, кто хочет записывать встречи, конференции и другие события, но постоянно забывает включить запись. Backtrack после запуска находится в строке меню и постоянно записывает звук с микрофона вашего Mac. В тот момент, когда вы захотите сохранить аудио, нужно просто потянуть вниз за иконку и выбрать, сколько минут или часов записи вы хотите оставить. В настройках можно указать лимит записи от 15 минут до 5 часов. То есть, если выбрать час, то когда понадобится, можно потянуть за иконку и сохранить любой отрезок времени за последние 60 минут. А на этом все. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта подборка приложений и узнали ли вы для себя что-то новое. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал и делитесь этим роликом в соцсетях, если он был для вас полезен. Также ставьте лайки и бейте в колокол. Ну и спасибо за просмотр. Пока.